Такое явление, как сон, до сих пор является загадкой для ученых. Что такое сон? Что это за процесс? Просто восстановление сил или нечто более глобальное? Мы, как всегда, подойдем к вопросу с точки зрения славянской буквицы и корневых образов слова «сон». Здравия, дорогие друзья! С вами Юра. На канале «Осознанка», где мы зрим в корне русского языка и стараемся осознать послания предков, сокрытые в его прекрасных образах. Выпуски на нашем канале выходят раз в неделю по понедельникам в 13.15. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на все наши социальные сети, чтобы не потеряться. Ну а сегодня мы попытаемся разобраться, что же такое сон. Так что, дорогие друзья, заваривайте пустырник со зверобоем, чтобы ваш сон был благостным. А мы начинаем. Полетели! Ну что ж, приступим. Разбор слова «сон» по образам славянской буквицы. Слово «сон» — три буквы, три фундаментальных образа. Первая буква — буква «С», буквица слова, материализованная мысль. Вторая буква — буква «О», буквица «Он», что означает нечто божественное, образ Отца Небесного. И третья буква — буква «Н», буквица «Наш», что означает наше, родное, общее. А теперь соединим все эти прекрасные образы в единую структуру слова «сон». И получается очень красиво и мелодично слово «сон» по образам славянской буквицы. «Слово «он» наш». И тут трактование, дорогие друзья, очень простое, внятное и ясное, но при этом очень глубокое. Слово «сон» — это материализованная мысль нашего Небесного Отца. И при всей этой мелодичности и красоте сразу возникает вопрос. Как же так? Мы привыкли воспринимать сон как разговор с собственным подсознанием. Это же наш собственный сон, мой личный. Славянская же буквица нашептывает, что «сон» — это слово нашего Небесного Отца. Это не мое личное, это послание свыше. Нужно авторитетное мнение, чтобы разобраться в этом вопросе. И это авторитетное мнение долго искать не пришлось. Итак, внимание. «Сон» — это язык, на котором говорит с нами Бог Паула Каэлья. Либо этот замечательный писатель действительно знаком с образами славянской буквицы, либо его мысли просто с ней созвучны с толкованием слова «сон» по образам славянской буквицы. В любом случае, его изречение из книги «Алхимик» достаточно любопытное. Паула Каэлью своей мудростью подтверждает наше толкование слова «сон» по образам славянской буквицы. Но давайте вернемся к самому слову и славянской буквицы. В этом слове есть маленькая деталь, не сразу заметная, но очень важная. А именно конец слова, буква Н и буквица Наш. А буквица Наш, я напоминаю, означает родное, наше. Не мое персональное, личное, а общее. Что же это может означать в контексте слова «сон»? Слово «он» наш. Материализованная мысль Отца Небесного для нас, для всех. Что же получается, как можно это трактовать? Получается, что пространство сна, да, то самое пространство, куда мы все проваливаемся, куда мы входим, когда засыпаем, оно не лично для каждого, а оно общее, единое. Ну и, конечно, тут сразу вспоминается художественный фильм «Матрица» 1999 года. Сон – это матричное пространство, виртуальная реальность, к которой мы подключаемся, когда засыпаем. И как раз разбор слова «сон» по славянской буквице наталкивает на подобные размышления. Мы же привыкли, что сон – это мой личный виртуальный мир, в котором я царь и бог. Только получается, что это так, да не совсем так. И тут я предлагаю порассуждать. Давайте допустим, что сон – это единое матричное пространство для нас, для всех. Сразу возникает вопрос – можно ли во сне, в этом едином матричном пространстве, встретить других людей? То есть не проекцию своего собственного подсознания на этого человека, а реального человека, который тоже спит. То есть встретиться с другим человеком во сне. Бывает же такое, что абсолютно разные люди, когда спят во сне, видят одни и те же события. Что если они нашлись в этом едином матричном пространстве и видят одни и те же события во сне, только с разных сторон? Однако, дорогие друзья, в этих размышлениях можно пойти еще дальше, еще глубже. Что если здесь, в нашем явном мире, вот это наше физическое тело – это всего лишь аватар, а мы на самом деле где-то там попросту спим? Возьмем для примера ситуацию здесь и сейчас. С одной стороны, я-то понимаю, что я сейчас не сплю. Я нахожусь в Битцевском лесу, в Москве, передо мной камера. Я записываю выпуск для канала «Осознанка». Я все понимаю, я не сплю. Но с другой стороны, дорогие друзья, у меня нет никаких доказательств, что все настоящее, что я не сплю. И тут, конечно же, опять вспоминается художественный фильм «Матрица», а точнее слова Морфеуса. «Если бы ты не мог проснуться, как бы ты узнал, где сон, а где реальность?» Но это фильм, дорогие друзья, художественный вымысел. Однако на эту тему есть целые научные исследования. Существует так называемый парадокс Хаттона. Я, пожалуй, зачитаю, чтобы не упустить главную суть. Парадокс Хаттона. Парадокс, согласно которому феномен сновидений является доказательством того, что чувства, с помощью которых мы отличаем реальность от иллюзии, не могут быть полностью верными. Следовательно, любые представления, зависимые от наших чувств, должны быть тщательно изучены и проверены на практике, чтобы установить, реальность ли то, что мы воспринимаем сейчас. Но выводы из этого парадокса не так новы. Еще до современной науки люди еще сотни лет назад размышляли на эту тему. «Мы сотканы из ткани наших снов», Уильям Шекспир. Это удивительная цитата, показывающая, что мысли из фильма «Матрица» не так уж оригинальны. «Мы сотканы из тканей наших снов», а значит, что где-то там есть истинное «Я», и мы попросту спим. Сон – отражение реальности. Реальность – отражение сна. Зигмунд Фрейд. Еще одно изречение в ту же сторону. И уже не от фантазера-драматурга, а от признанного гения в области психологии. А как же слова «кошмар», «видение», «тремота»? Разобрать ли их по образам славянской буквицы и этимологии? А может рассказать про мой опыт осознанных сновидений? Дорогие друзья, напишите в комментариях, что вам будет интересно. А также, дорогие друзья, я напоминаю, что выпуски на канале «Осознанка» выходят при поддержке зрителей. Если у вас будет порыв, будет желание нас поддержать, то все ссылки я оставлю в описании к видео. Только, дорогие друзья, если поддерживаете, то от сердца, от души. А сейчас я хочу поблагодарить тех людей, которые нам помогают финансово. Дорогие друзья, без вашей поддержки этого бы проекта не было. Игорь Александрович, Роман Юрьевич, Максим Николаевич, Дмитрий Павлович Лобачевский, Владимир Николаевич, Роман Александрович, Анастасия Вячеславна, Ирина Николаевна, еще раз благодарю, Юлия Викторовна, Павел Анатольевич, Владислав Андреевич, Светлана Васильева. Дорогие друзья, я вас благодарю от души, особенно тех, кто поддерживает проект регулярно. Я все вижу искренне вас за это. Благодарю. Встретимся через неделю в 13-15 в понедельник. Зрите в корень. Субтитры подогнал «Симон»!